Разверните слинг и найдите середину. Придерживая обеими руками за верхний край, перебросьте ткань через правую руку, чтобы одна сторона находилась спереди, а другая сзади. Подтяните левой рукой ткань к шее на всю ширину, чтобы ткань при этом не перекручивалась. Возьмитесь правой рукой за внутренний край спереди, левой рукой возьмитесь за тот же край за спиной. Убедитесь, что держитесь за один и тот же край обеими руками. Собрав в левую руку находящуюся сзади ткань на всю ширину, правой рукой поднимите ткань к правому плечу. Отрегулируйте длину так, чтобы большой палец левой руки находился на левом бедре. После этого перебросьте лямку за спину в том месте, где удерживаете ткань на плече, стараясь не перекручивать ее при этом. Чтобы это проверить, можно просто потянуть край ткани взад и вперед. Теперь отведите обе лямки, находящиеся спереди и сзади, к левому бедру и временно соедините их с помощью простого узла. Подняв ребенка к левому плечу, расположите правую руку между лямок в направлении снаружи внутрь, чтобы взять ребенка за обе ножки. Поместите ребенка на уровень бедра, посадив его на лямку так, чтобы ножки находились спереди и сзади вашего бедра, а лямки проходили ниже подколенных впадин. Расправьте ткань левой рукой, а правой подтяните верхний край вверх выше рук и головки, чтобы образовался капюшон. Если ребенок уже держит головку самостоятельно, достаточно поднять ткань на уровень чуть ниже ручек. Одновременно убедитесь, что нижний край ткани не подтянулся вверх и по-прежнему находится на уровне подколенных впадин. Затем вновь соберите ткань рядом с шеей. Слегка приподняв попку ребенка, подтяните правой рукой нижний край слинга. Подтяните удерживающую ребенка лямку в направлении к правому плечу. Теперь развяжите простой узел под попкой малыша. При этом правой рукой крепко держите ткань на спине ребенка, чтобы лямка на правом плече оставалась на месте. Подтяните правый конец ткани, взяв его за верхний край. Это следует делать поэтапно, в 3 или 5 приемов как минимум, чтобы ткань плотно обхватывала спинку ребенка. Это необходимо для того, чтобы закрепить ребенка перед животом в правильном положении с широко расставленными ножками. Пропустив оба конца ткани под попкой ребенка, соедините их двойным узлом. Расправьте ткань на правом плече, опустив нижний край до середины предплечья. Чтобы снять слинг, развяжите узлы под попкой, стараясь при этом, чтобы ребенок оставался неподвижным. Осторожно поднимите удерживающую ребенка ткань над его головой и опустите ее вниз. Если ребенок заснул, наклонитесь вперед, положите ребенка и укройте его, если нужно. Как правило, ребенок при этом не просыпается. Теперь можно снять слинг полностью.